В эфире ТВ Кома программа «Учительская» Мы продолжаем показывать вам, как в нашей республике проходил конкурс «Учитель года». Второй тур – испытание «Вопрос учителю года». Конкурсанты общались с родителями, учениками и представителями средств массовой информации. Лауреаты конкурса должны были проявить способности к конструктивному диалогу со всеми участниками и представителями общественности по актуальным вопросам развития системы образования. Вопросы конкурсантам охватывали широкий круг проблем. Многие спрашивали не только про педагогическую деятельность, но и про семью и патриотическое воспитание. Сегодня такое непростое время для нас всех, как решаются основные задачи патриотического воспитания в школах. Можно на примере своей школы. Возглавляя также Холинском районе юно-армию, выезжая на республиканские соревнования. Когда задавали до этого вопросы, когда длинные благополучные дети, то есть это тоже методика, когда дети участвуют у меня в соревнованиях патриотического характера. То есть происходят изменения у ребенка в глиантах, в мыслях. И все-таки патриотический воспитатель на сегодняшнее время должна особо ли встать в положении, да? Ну и с тем, что у нас сегодня такая ситуация. Когда мы смотрим план работы школы, там очень многое связано с нашими предметами. И здесь я вспоминаю девиз ВДВ. Если вы помните, девиз ВДВ – никто кроме нас. А мне кажется, ну кто кроме нас. Потому что фактически на каждом уроке, на каждом мероприятии мы говорим о любви к родине, к малой родине. Но это воспитывается, наверное, не через слова, а через действие, через материал. Поэтому вся работа школы направлена на формирование этого чувства. Не только на уроках истории общественного знания, а на любом уроке. Хотелось бы отметить, как средство патриотического воспитания – это обращение к исторической памяти своей семьи непосредственно. То есть сбор информации для музея школьного, для памятных дат. Очень хорошо работает для школы разработанный календарь событий, когда мы практически каждую неделю обращаемся к какой-то памятной дате. То есть так или иначе работа школы выстроена в середине цели патриотического воспитания. Конечно, мы не можем мимо этого плана пройти. И самое главное – это должно идти от личности учителя, от его души и душевных порывов. И если учитель умеет заражать любого ребенка, умеет заражать своим примером, сам любит Родину и прививает это детям, конечно, отклик будет найден у него детей. Только внимание стало уделяться патриотическому воспитанию. И я вижу на примере наших детей, как меняется их отношение к малой Родине, к нашей большой Родине – Россия. После введения программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном», которую в нашей школе также мы реализуем, дети стали, мне кажется, больше говорить о любви к Родине, больше понимания у них, что это очень важно. И мы участвуем в нашей школе, как происходит это. Мы участвуем в различных акциях от «Движения первых» и «Защитники первых». Дети пишут письма солдатам, как учитель русского языка и литературы, привлекая их к этому. Дети с большой любовью пишут эти письма. И я вижу, что ребята действительно про… Это проходит через их душу, что это не просто слова о патриотизме, но это действительно те действия, которые их преобещают в любви к Родине. Ну, любовь к Родине – это прежде всего любовь к своей малой Родине, любовь к своей семье, традиции семейные, почитание, соблюдение этих семейных традиций. И об этом, во всем, мы должны с ребятами разговаривать на классном часах, так, при индивидуальной беседе. Ну, то есть, вся работа школы, она направлена на любовь к своей малой Родине, к своей семье, ну и вообще ко всей своей большой стране России. Считаете ли правильно, что в современной системе образования детям не прибивают навыки труда? Эта задача не только учителя труда, и современная школа ее решает. Допустим, я, как учитель русского языка и литературы, всегда нацеливаю ребят при подготовке к экзамену, при подготовке к единому государственному экзамену, основному государственному экзамену, что сдать они могут этот экзамен успешно только в том случае, если они будут серьезно трудиться. Недостаточно иметь способности, таланты, успеха добивается тот, кто обладает большим трудолюбием. Вот здесь очень важно у ребенка, который, возможно, чувствует себя еще не очень успешным, боится и поэтому отказывается трудиться, да, потому что уже причины чего не знают. Если она в том, что у него недостаточно внутренней мотивации, у него недостаточно успешного оплата в этом до данного момента, то, может быть, разоевать этот круг демотивации, поручить пассивное дело какое-то, с которым он точно справится, и получив первый, этот толщок, первый успех, это поможет ему стать как раз на линию мотивации, да, подключить внутреннюю мотивацию. И, может быть, это как раз будет ключиком к тому, что ребенок захотел трудиться. И еще очень важно, чтобы ребенок понимал, трудиться это здорово. И мы все, находящиеся здесь, знаем, как здорово получать удовольствие от проделанной работы. И не только от результата, хотя и от ребенка, но еще и от процесса. И если мы сумеем ребенку это отнести через собственный пример, через разговор с его семьей, то, я думаю, на одного счастливого человека станет больше, и на одного трудолюбивого гражданина в том числе. Сейчас стали на этом акцентировать внимание, опять стали возвращаться, потому что трудовое воспитание, оно является частью воспитания. И слово труд, и слово трудно, они однокоренные, потому что труд — это умение преодолевать трудности, это формировать свои нравственные, физические какие-то качества. И сейчас это становится одним из приоритетных задач воспитания и образования. Поэтому я не скажу, что оно ушло, оно было, но сейчас оно становится акцентом. И, конечно, трудовое воспитание — это часть вообще воспитания личности, любой личности, цельной личности, личности гражданина. Поэтому... Я еще пошла вопрос, и вопрос еще... Зацепилась в фразу, что что? Воспитание... Рожечи. Да. То есть, действительно, если человек умеет преодолевать трудности, если он перед ними не пасует, вот тогда ему интересно, у него появляется мотивация, преодолевать трудности, сумели это сделать. И нелегко, ни на каком легко не бывают уроки. И если ребенку нравится преодолевать трудности, если ему нравится трудиться, тогда вот этот свет в нем не погаснет. А вот научить преодолевать трудности, чтобы он не пасовал и валялся, это как раз задача любого учителя. Чтобы освоить азы и предмет, нужно трудиться. И вот как ребенок приложит максимум усилий, через свою деятельность он постигает у нас азы ног. И какая привычка у него сложится по отношению к труду, относительно учебы, таким он трудолюбил, и человек мог вырастить в жизни. Спросили у учителей и про домашнее задание. Действительно, объем домашнего задания бывает катастрофически большим для ребенка. И поэтому я считаю, что если учитель провел эффективный урок, если учитель смог донести до ученика, достигнуть тех целей, которые он ставил перед собой, то ребенок справится с домашним заданием самостоятельно, без помощи родителей. Домашнее задание должно быть пассивным и очень объемным. Оно должно быть, потому что некоторые предметы преподаются раз в неделю, два раза в неделю. Без повторения закрепления дома здесь никак не удойтись. Но этот объем домашнего задания не должен превышать того объема, материалов, который был дан на уроке. То есть домашнее задание не должно заменять собой урок. Я думаю, что такая проблема существует. И нам учителям всегда нужно быть очень внимательны, когда мы даем домашнее задание. Домашнее задание должно быть разноуровнево возможностей. Допустим, я даю обычно домашнее задание разноуровнево. Для творческих детей на научном языке и литературе это может быть сочинение. Но не все дети любят и могут писать сочинение. Для них более простые формы. Домашнее задание как шведский столб. То есть предложить ученику разные варианты домашних заданий по силам, по времени, разноуровневое возможно оценивание применить. Кому-то достаточно. Просто выполнить хорошо. А кому-то хочется творческого полета. И если у учителя есть набор домашнего задания, интересный для ребят, опять-таки, значит, мы возвращаемся к внутренней мотивации, а когда я сам хочу сделать домашнее задание, то, скорее всего, мне не нужно будет привлекать на помощь правительства. Домашнее задание, конечно, должно быть, оно очень разностороннее, творческое, интересное может быть подход к какому-то ребенку. Он, например, при суде, да, я даю. И если видно, что с историческими документами очень тяжело работать, не получается, иногда мне дают, мне нужно идти или сумку, или составить какой-то санесный исторический портрет. Ну, то есть, должно быть разнообразно домашнее задание. Если не получается у детей, то есть, кто-то, кто смотрит, делается, что я не домашнее задание, или уменьшить. То есть, посмотреть по объему, по классу, по ребенку. То есть, можно ли говорить по-то? Я против домашнего задания, которое делают родители. Потому что домашнее задание, оно дается прежде всего ребенку для отработки навыков. Наша система образования построена таким образом, что большую часть знаний ребенок получает на уроке, а знания надо закреплять. Потому что, если их не закреплять, обращается просто в информацию. В одно ухо влетело, в другое вылетело. А мы хотим, чтобы они остались. Поэтому домашнее задание здесь необходимо. Второй вопрос, это не должны делать родители. Если делать вместе с родителями, это великолепно. Потому что современные родители проводят со своим ребенком от 20 до 60 дней. Это в лучшем случае. А домашнее задание, обсуждение домашнего задания, может быть, помощь какая-то в домашнем задании. Понимание, что у ребенка западает, это еще один способ пообщаться. Это еще один очень важный способ для сплочения семьи и для помощи сотрудничества вместе. Вот тогда, конечно, оно крайне нужно и необходимо. Другой вопрос, когда бывает такое, что учителя считают свой предмет особо важным и дают чрезмерное домашнее задание. Оно должно быть газированным. Оно не должно ребенка лишать детства, лишать радости, отдыха. Оно должно быть адекватным, оно должно быть сбалансированным. Но оно должно быть. И оно должно делаться ребенком, либо совместно с родителями, как не с самими родителями. Если учитель на уроке максимум усилий приложил на объяснение материала, на закрепление, на отработку, научил на уроке, то домашняя работа для ребенка не составит труда. Ну и домашнее задание должно быть дифференцированное. Если кому-то нужно только проверить свои знания, то одно задание. А если кому-то нужно более творчески показать уровень, разобраться самому в нестандартной ситуации, применить свои знания, то тогда другое задание. И я всегда детям говорю, не нужно его списывать, это домашнее задание. Я, ну, у нас везде сейчас интернет, ГДЗ. Я это все увижу. Вы меня можете обмануть. Спеть фальшиво, я скажу, что вы очень хорошо спели. Но в моем предмете вы меня не обманите. И поэтому, если вам что-то непонятно, лучше подойдите, спросите, я вам объясню. То есть домашнее задание – это проверка ребенка самого себя. Насколько я разобралась в том материале, который был на уроке. Одним из актуальных и болезненных вопросов стал кадровый. Как привлечь талантливых абитуриентов в педагогические учебные заведения? Каждый из участников, он пришел в школу за кем-то. У кого-то это были родители, у кого-то это был любимый учитель. И очень часто ученики приходят в ВУЗ именно подражая любимому учителю. У нас здесь в зале сидит Федоров Николай Платоныч, который берет как раз восьмую школу свою ученицу. Я думаю, что она выбрала эту самую профессию, потому что ориентировалась на него, она видела его уроки. И очень часто это бывает так. То есть именно учителя, они все равно формируют не только учеников, они все равно показывают пример своей деятельности. Если учитель является примером, ему хочется последовать. И даже получается классные коллективы, классы, они очень похожи на своего учителя. Кто-то шумный, кто-то вдумчивый, кто-то может быть такой даже резкий. То есть дети все равно берут пример с кого-то. И если учитель будет примером, тогда дети пойдут за ним, в том числе и в ВУЗ. Тогда у них тоже будет любимая профессия. Сначала вы заинтересованы, учились в педагогическом ВУЗе, а в школу не будут. И вот я, знаете, хочу закончить историю своего опыта, то есть своей школы, да, учитель технологии, на звуковой заслуженный отдых отработал, да, и пришел молодой учитель. Пришел он в кабинет, и он ему передает ему часы. Ну, объяснить, как что-то, и там, и там. И молодой человек задает ему вопрос. Какая у меня будет зарплата? У меня учитель говорит, что я неправильный вопрос задаю. Что? По учетному мнению. Ты должен задать вопрос, что ты должен отдать, какие знания деть, чем вы их научите. Вот это первый вопрос. А зато это второй вопрос. Что, если попробовать зайти к этой проблеме через конкурсное движение? То есть какую-то стажировку для них придумать, например, на два месяца, чтобы они погрузились не только в день самоуправления, но и, например, в конце учебного года, в майские праздники, почувствовали себя в роли классного руководителя, в роли предметника, и, может быть, окунувшись в такую теплую, это тоже важно, в теплую психологическую атмосферу, чтобы обязательно был наставник. И потом мы можем, например, как школа рекомендовать его для зачисления, возможно, вузы, где рассматривали тоже как-то рекомендательные досмотры. Для этих конкурентов была бы, например, какая-то льготная категория, и это бы детей мотивировало поступать. И главное, чтобы они на начальном этапе, например, в конкурс, когда стажировавшие, влюбились в профессию и захотели в детокам остаться на службе. По итогам испытания вопрос учителю большой жюри определило пять призеров 28-го республиканского конкурса «Учитель года Бурятии-2024». Ими стали учитель истории и общества знания гимназии номер 14 Улан-Удэ Надежды Двойнешникова, учитель русского языка и литературы российской гимназии номер 59 города Улан-Удэ Екатерина Рубцова, учитель английского языка Мысовской средней школы 56 Кабанского района Елена Степанова, учитель математики Бичурской школы Вера Ткачева и учитель начальных классов 8-й школы города Улан-Удэ Анна Тибакумова. Все они продемонстрировали понимание актуальных задач отечественного образования, способность быть лидерами общественного мнения и популяризировать педагогическую профессию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова